Привет, дорогие телезрители! К нам сегодня вечером пришло счастье в виде экс-певцов из экс-группы «Фактор 2». Это Илья и Владе. Именно так называется этот дуэт отныне. Так что в следующий раз, когда вы будете слушать их песни, слушайте как Илью и Владе. Привет, ребята! У вас есть микрофон, у вас всё слышно. Так, ну тогда я отдаю микрофон нашим участникам, у них есть куча вопросов, потом я лично с вами пообщаюсь. Вообще вы из Германии, да, начинали свое творчество? Изначально, да. В 99-м году мы познакомились в 98-м, а всё как бы началось с 99-го года. А в Россию сложно было попасть? В российскую ротацию? В России? Чистая случайность. Получилось это всё благодаря Сергею Жукову. А у вас это только пока одна песня, да? Нет, у нас уже мы записали новый альбом в январе, и пока выпустить мы его не можем, как бы не хотим. 15 ремиксов красавицы? Не, ребят, у нас... У нас гораздо больше в багаже песен, чем одна красавица. Красавица, это... У нас 5 альбомов официальных. 5 альбомов, больше 100 песен. А вы сами сочиняете свои песни? Да. У нас есть буквально 3 песни. Аранжировки все или я делаю? Аранжировки делаем. Где Беломорода стать, там в 3-й куплет просто сочинили. Беломорода стать, закрыты уже магазины. Там мы просто 3-й куплет дописали. А, например, штаны, это какой-то просто стик был, да? Илья Рыжовку накидал. И ещё статус-кво пела песню, как она, Армия? You're in the army now. И всё, остальные все песни, это как бы наши. Вы же клип снимать, да, приехали сюда? Клип приехали снимать. Вот я хотел узнать, а почему именно здесь клип? Допустим, это или по финансам как-то выгоднее, или потому что здесь снимают хорошо вообще? Мне просто интересно самому. Это по всему выгодно. У нас здесь хороший друг, у которого друзья есть, которые снимают такие вещи. Мы впервые снимаем здесь клип в Латвии, потому что все остальные наши клипы снимались в Москве. И мы решили попробовать, что же это всё-таки такое. Снять клип в Риде. Так вы хотите просто попробовать, да? Нет, по финансам действительно гораздо дешевле, чем в Москве. Московские цены. А правда ли, так, я не знаю, я слышал такой слух, что для того, чтобы попасть на куда-то на форматное телевидение, допустим, Муз-ТВ или Первый канал, или там, не знаю, Русское радио, нужно обязательно, чтобы автор этой песни был известен? Нас сначала никто не хотел вообще брать. Потом народ просто всё это подхватил, начали голосовать вроде бы. Сначала это всё стрельнуло на МОЗ-ТВ, а потом буквально уже через, не буквально уже через, а через целый год уже почти Русское радио только присоединилось, потому что эта красавица с каждого угла там играла. Вот. И МТВ даже сразу взяли. Проблемы нет. Видимо, нужно действительно сначала распиаренным быть, чтобы они взяли тебя. А как складывается у вас личная жизнь, когда вы переезжаете, переезжаете, ну, из стран в разные страны? У меня, вот, скажем, я живу уже с девушкой 4 года. У меня недавно родилась дочь 2 месяца назад. Поздравляю вас. Спасибо большое. Вот. И она, конечно, очень переживает, но зато сейчас больше концентрируется на ребёнке, и поэтому у меня меньше спроса, слава богу. Жизнь, такая странная штука, на меня, на каталогист, какая-то с**а. Откуда ты выпал, не знай-ка, х**, вместо языка балалайка. Что ты там бубнишь себе под нос, что? Одолел словесный понос? Пупсик, меньше надо рот открывать, бактерий не будет, перестанешь, словами с**. Лучше ты меня не трогай, балет тупой, под свой гоповский бит, подёргай рукой, твои родители хотят, чтоб ты человеком стал, не был агрессивным и не вонял как као. Ну, знаешь, это не ответ на дис, это от попсы маленький сюрприз. В общем, всем нормальным людям пис, ну, а ты не знай, как глаз мой, х**. И потом, какая разница, рэп ты или попса, какая разница, волк ты или овца. Ребят, последний вопрос. Всё-таки, что у вас за стиль, что у вас за направление? Это рэп, это попса. Мы не рэперы, мы как бы... Вставила попса, написали попсу, вставила что-то роковая темка какая-то, блин, захотелось драйва. Просто популярная музыка. Попса, пускай будет попса. На этой такой домашней обстановочке мы заканчиваем. Сегодня репортаж, и кого-нибудь прибьём вот этой штукой. Я наоборот. Третий участник экс-группы Фактор 2, вот эта вот штука. Всё, пока. Третий участник экс-группы Фактор 2,